Господи, Сил, с нами будем, и так оборазмей Тебе, помощникам скорых нелимам, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира о Духе Святом. Доброго всем дня и хорошего настроения. А у меня еще одна радость. Еще один воспитанник провел черту между прошлым и будущим. На прошлой неделе послушник Василий стал иноком Василия, принял иноческий постриг в Свято-Преображенской Валаамской обители. Несколько лет он нес всевозможные послушания. И вот наместник монастыря, братья, приняли решение дать его душе то, чего она больше всего желала. Вася, да, помню его, когда первый раз он появился у нас в соборе, пришла группа молодых людей. В самые первые дни, когда начали еще служить внутри храма, в закрытом помещении, с буржуйками, все было в коврах, в дыму и в радости от того, что есть возможность оживить молитвой 80 лет заброшенный храм Успения Престой Богородицы. И вот пришла группа молодых людей, спортсменов, коротко подстриженных таких, по деловому, зашли, встали на службу. Был как раз Палиелей, потом все как один подошли на помазание. И вот среди них был Василий. Потом как-то потихонечку к храму стал сердцем прилепляться. А потом была поездка на Валаам, и все, и там его сердце осталось. Сердце осталось в обители. Потом он вернулся домой, чтобы как-то попытаться сравнить. И понял, что он здесь задыхается. Здесь нет той свободы, той силы, того света, который открывается на иноческом пути. И здесь все как-то мелко, житейски. И вот он уезжает, и милостью Божией принимает иноческий постриг. Я как-то очень люблю всегда быть в обителях. Прямо сердце оно ликует от того, что на земле есть люди, для которых Христос является всем. Абсолютно искренне, без какого-то пафоса, без конформизма, какого-то подстроения. Так бывает, в сознании людей думается. Ну вот жизнь не сложилась, любовь прошла, или я не встретил вас, и все. И там всегда какая-то такая есть дверка, ну монастырь. Ну как бы, ну на тебе, Боже, что нам не гоже, ну так и быть там. Но такие какие-то фантазии абсолютно нереальные. Потому что в монастырь человек уходит не от чего-то. Он не сбегает от неудачной жизни, от кредиторов или от несостоявшихся отношений. В монастырь человек идет целенаправленно. Он очень сконцентрирован, у него фокус на личности Иисуса Христа. Он настолько любит сердцем Христа, что он не представляет себе свое сердце разделить на Христа и на семейную жизнь, на Христа и на карьеру. Он всего себя, как мы в молитвах, сами себе и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу предаем. И там, когда вот этот фокус сужается, он обретает такой спектр разных оттенков красоты и полноты. Но потому что человек начинает видеть иным зрением. Не нашим вот этим плотским, которое все время там застревает на чем-то не том. А человек начинает сердце видеть. Сердце обретает способность видеть. Когда вся шелуха отпадает, вырастает плод. Плод духовной жизни. И особо прекрасно, когда это происходит в молодости. Когда человек не наломал дров, а когда все-таки его душа, у нее еще крылья крепкие. Когда она еще в грязи не испачкалась и она не тянется к земле. Потому что, ну правда, Иоанн Богослов, любимейший ученик. Конечно, были и Петр, и Андрей, и Яков. Но любимейшим был Иоанн. Почему? Да потому что его сердце, оно было всецело, отданно Христу. Давайте помолимся за Инока Василия, чтобы Господь даровал ему крепости, решимости, никогда не оглядываться назад. Как герой Панфиловец. Вот провел черту и все, ни шагу назад, только вперед. Чтобы на этом пути он стяжал дары Духа Святаго. Ну и один из главных даров — это молитва, чтобы его молитвы, они возвращались к нам с поддержкой и благодатью Божией. Помогай нам всем, Господь!